Данный ролик и без рекламы доступен в ВК-видео, ссылка в описании. Здравия желаю, камрады! Достаточно долго у меня не выходили ролики, отчасти это связано с ланг-турниром Blitz Point, в котором я имел счастье побывать. А вот после турнира, думаю, можно начать и ролики снимать. А потому я собрал последнюю интересную информацию касаемо будущих нововведений в Tanks Blitz. Рассмотрим будущие изменения, которые должны будут появиться уже в патче 11.4, и постараемся их немножко проанализировать. Но давайте обо всем по порядку. А пока мы все с вами ждем апа многострадального аллигатора, можно отправиться в море и погрузиться в захватывающие морские сражения в мире кораблей, в которых реализовано все, о чем просили игроки. Это масштабные сражения на огромных картах, красивая графика, динамическая погода, и все это мы будем покорять на огромных исторических военных кораблях 5 классов и 13 наций. Игрокам доступны сотни детально воссозданных стальных гигантов с уникальным геймплеем. Имеются медленные линкоры, проворные эсминцы с механиками торпед, а также универсальные крейсеры. Про подлодки и авианосцы говорить нечего, ведь это машины с крайне уникальным геймплеем, которые способны уничтожать противников как под водой, так и в воздухе. В общем, разгуляться есть на чем. Ну а сейчас в игре проходят события, приуроченные ко дню рождения игры. Здесь тебя ждут активности в стилистике советского ретрофутуризма. Это новая сюжетная активность, полная тайны загадок, а также бонусы за боевые результаты. Играйте на кораблях из коллекции и получайте временный ресурс события, который можно обменять на случайные награды в новой активности группы карточек. Также вы можете собрать новую коллекцию эхо будущего, за сбор которой можно получить новый корабль и постоянный тематический камуфляж кометы для него. Ну и как же без особого режима? Это асимметричный бой, который наконец-то возвращается в игру. Пяти игрокам на кораблях девятых и десятых уровней предстоит показать свое мастерство против двенадцати противников под управлением искусственного интеллекта. Ну а для моих подписчиков доступен код при регистрации SuperStart 2024, в котором имеется премиум аккаунт, суперконтейнеры, а также премиум корабль восьмого уровня и множество других мелких плюшек суммарно на 16 тысяч рублей. Разрабы действительно постарались на славу, потому не упусти бонусы по ссылке в описании и добавляй меня в игре по данному никнейму. В 11.4 нам обновят экраны выбора амуниции и снаряжения. Теперь, как заявляют разработчики, расходники нужно будет устанавливать перетаскиванием и нажатием кнопки покупки, что должно облегчить управление. Суммарное количество действий для установки снаряжения заметно уменьшится, особенно это будет заметно на ПК, что в принципе хорошо. Почему не сделали это изначально? Ну тут вопрос к старым разработчикам. Хуже, во всяком случае, точно не будет. Также не будет хуже от 10 новых танков PBR. И тут выбор весьма интересный. Перевели всех защитников, а именно ИС-3, Т-28, АМХ и МК-1, а также совместный песочный танк 4 уровня А-32, а также все хэллоуинские машины типа Франкенштанка, Уничтожителя, Могильщика, Мародера и Шипа. Здесь что есть, то есть. Логика с хэллоуинскими танками вполне ясна, все же октябрь у нас не за горами, а наша игра хоть и не напрямую, но все-таки делает активности к Хэллоуину. А вот защитникам и песочным танкам не совсем понятно, ибо, как по мне, уместнее было бы перевести в новое качество, например, десятки или другие популярные машины у танкистов. Ну а теперь от визуала плавно перейдем к контенту. И тут конкретики, к сожалению, немного. Показали 6 новых танков, некоторые из которых будут теститься уже в обновлении 11.4, а некоторые, скорее всего, уже готовы к продаже или ивентам. К последним, думаю, можно отнести несколько танков. Чародей, который вышел на Евро в прошлом году под именем Ночная Ведьма, у нас пролежал в файлах без дела больше года и, судя по названию, успел сменить пол. Также анонсировали богатыря, насчет которого официальной информации практически нет, поэтому придется догадываться самим. При более детальном рассмотрении сразу же становится понятно, что за основу для танка взяли КВ-3, но вместо деструктора или Д-10 в башню вмонтировали орудия, которые сильно напоминают МЛ-20, стоящие на СУ-152. Если же судить по названию и виду одеяния, то можно предположить, что танк может стать наградой хэллоуинского ивента, и даже, возможно, стать альтернативой чародею, в случае, если оба танка окажутся в событии. По крайней мере, я уверен, что между двумя танками будет какая-то связь. Также анонсировали М46 Блиц, который, скорее всего, будет обычным рискином на американский прокачиваемый СТ-9, или же легендарный камуфляж, как было в прошлом году с КВ-2. Про БЗ-58-2, Элефант и Объекта 780 тоже мало что можно сказать. Их просто показали и сказали, что они будут. Китайский БЗ на Евро – это ненужный клон такого же ненужного 50ТП Тышкевича, а Элефант – это аналог ЯГИ-88 с немного другой броней. Но Объект 780 и вовсе есть только в ББ, где считается очень сильной машиной, как минимум из-за очень хорошего бронирования. Каким танк получится в нашем Блице – неизвестно, но зная лестно, получится может все что угодно. Однако, что гораздо важнее и интереснее кучки новых премов – это ребаланс 10 уровня, который затронул абсолютно все машины, и некоторые изменятся до неузнаваемости. Что-то конкретно анализировать я не буду, потому что вопрос надо рассматривать в комплексе. Можно, конечно, сказать, что вот, посмотрите, вы не апнули ЦС-63, хотя это один из самых непопулярных танков на 10 уровне. Однако, если посмотреть на то, как нерфят другие СТ-шки, можно предположить, что задумка разрабов заключается в том, что, в принципе, даже в таком виде ЦС-63 может показаться интересной машиной. Но, опять-таки, все это нужно щупать и тестить. Я не буду нагонять отчаяния или перехваливать разработчиков. Все это выглядит интересно, и все это нужно щупать своими руками. Так что ждем следующего патча и увидим. Также, наконец-то, показали новые отметки на стволах, которые просили игроки, и которые нас будут ждать уже в следующем обновлении. И эти отметки будут отличаться от того, что у нас есть в Большом Брате. Потому что, если в Большом Брате учитывается как урон, так и ассист, то в нашей игре будет учитываться исключительно урон. И игроки задаются вопросом, а как же так? Так, а если человек будет играть в нубки или сливать рейтинг и специально фармить себе просто заоблачные цифры урона и при этом портить данные отметки другим игрокам, то здесь, на самом деле, двоякое чувство. Потому что то же самое может происходить и с медалями классности. Но как-то на классности это не сильно влияет. Поэтому, если будут случаться нечестные отметки, то это будут единичные случаи. И массово на сервер это, скорее всего, никак не повлияет. Однако, если вдруг случится какая-то аномалия, то разработчики, думаю, все пофиксят. Но то, что уже начали делать контент в этом направлении, это уже хорошо. Ну и закончим также наименее важным, будущим временным контентом. В октябре стартует новый боевой пропуск под названием «Пингвини-ледник», со сдержанным по цветовой палитре редкими камуфляжами и ледяным камуфляжем для ЛВ-750 Паллада. Относительно серьезный стиль с преписью «Милитари» некоторые танкисты, думаю, оценят. Ну а уже сегодня, 16-го числа, стартует второй клановый поход, где главной наградой станет «Батчителён-25Т Роланд», старо-новый французский легкий танк 9-го уровня. Принцип прохождения ивента абсолютно такой же, что и в событии с Берсерком. Надо брать медали «Братья по оружию» и решающий вклад. Во взводе с соклановцами, выполняя КБЗ и забирать недельные награды. Ну а на этом на сегодня все, камрады. Сегодня мы кратко рассмотрели самые актуальные новости, которые оказались действительно интересными. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ВК и Телегу, где проходят розыгрыши и постоянно постятся последние новости нашей любимой игры. Ну а также мемы и интересные статьи. Всем удачи и до скорой встречи. Пока!